Привет, дорогие друзья! С вами шеф Талга, Алматы со вкусом, и я готовлю в своей любимой кулинарной студии Кенвуд с продуктами Спарк. Сегодня мы приготовим мой любимый кимпап. Я очень люблю его есть с детства. Итак, мы начнем. Рис мы предварительно отварили. Рис я использую Спарк круглозерновой. Он отлично подходит именно для суши. Перед этим я его промыл в холодной воде и варил буквально 20 минут на медленном огне после сильного закипания. И так он здесь у нас не заправленный, ни соли, ни перца, ничего здесь нет. Сейчас я беру кунжутное масло и прям обливаю щедро им наш готовый рис. Рисовый уксус от Спарк. Не устану говорить, друзья, я посещаю супермаркет и Спарк очень часто, потому что я там получаю вдохновение от продуктов Спарк. Я думаю, вы в этом тоже со мной убедились, потому что мы готовим очень много блюд с продуктами Спарк. Соль морская. Достаточно. Хорошенько все промешаю руками, весь наш рис. За счет масла кунжутного и уксуса рис становится более липким. Но при этом не разваривайте его прям совсем в кашу. Рис должен чувствоваться. Теперь порционно я буду формовать рис в такие вот шарики, в снежки. Формую его, исходя из размера лесков нори. Рис я подготовил. И все ингредиенты я тоже предварительно нарезал. Остается нарезать мне крабовые палочки. Мы сегодня сделаем два вида кимпаба. Первый у нас будет с крабовыми палочками. И второй мы сделаем с тунцом Спарк. Мне нравится то, что у Спарк есть замечательный соус тартар. И вот такой коктейльный соус. Мы его раньше делали сами, но Спарк делал все за вас. Продолжаю нарезать крабовые палочки. А тунец я перемешаю с соусом тартар. Когда готовите кимпаб, лучше все ингредиенты приготовить заранее. И морковь я тоже предварительно стругал соломкой. Сейчас я буду обжаривать ее на кукурузном масле. Поливаем кукурузное масло. Небольшое количество. И отправляю жариться морковь. Морковь я буквально слегка припустил. Не нужно ее сильно зажаривать. Это делается для того, чтобы морковь была мягкой, а не твердой. Достаточно я уберу ее в сторонку. Излишки масла я слегка промокну салфеткой для того, чтобы продолжать жарить на нем блинчик из яйца. Берем яйцо, разбиваем. И хорошенько взбиваем венчиком до однородности. Плита у меня раскалена. И отправляем яйцо, чтобы оно превратилось в блинчик. И таким образом жарим два блинчика. Складываем пополам. Еще раз пополам. И нарезаем наши блинчики соломкой. Готовые блинчики и уже нарезанные убираю оставать в чашку. И теперь приступаем к основному приготовлению кимпаба. Для этого мне понадобится вода, чтобы смачивать наши руки. Руки у нас уже в причастках. Шарики мы уже подготовили из риса. И теперь все только начиняем. Вооружился бамбуковым ковриком. Берем лист нори. Выкладываем. Смачиваем руки в чистой воде. И выкладываем наш рис равномерно. Оставляя открытыми края. И здесь большой край мы тоже оставим место побольше. Для того, чтобы наш ролл отлично закрутился. Также у меня здесь под рукой чашка чистой воды. Которую я буду промакивать листья нори, для того, чтобы они хорошо склеились. И теперь начинаем выкладывать все ингредиенты поочередно. Огурцы свежие. Крабовые палочки. Яичный блинчик. Еще раскладываем равномерно. Равномерно. Аккуратно. Добавляю припущенную морковь. Крабовому кипапу отлично подойдет коктейльный соус спар. Который свяжет все наши ингредиенты. Равномерно стараюсь выложить. Прямо из банки. И для насыщенного вкуса добавлю плавленый сыр спар. Тоже стараюсь распределить его равномерно поверх наших овощей. Одели новые чистые перчатки. Смочили их в воде. И начинаем заворачивать наш кипап. Здесь перчатки мне уже не понадобятся. Я их снял. Для удобства работы. И готовый кипап с крабом я уберу на отдельную тарелку. Берем второй лист нори. Смачиваем руки. Таким же образом рис. Открыли банку с тунцом. Отправляю в отдельную чашку. Жидкость я слил. Два кусочка тунца мне будет достаточно. Проминаю его прям в чашке. То есть делаю из тунца пасту. Потому что тунец у нас цельный. Его нужно хорошенько промять. И к тунцу добавляю соус тартар. Буквально 2 чайные ложки. Снова хорошенько перемешиваю до однородной массы. При помощи ложки выкладываем тунца на рис. Равномерно его тоже распределим. Теперь болгарские перцы. Яркие зеленые огурцы. Достаточно. И выкладываем сливочный сыр. Плавленый. И выкладываем плавленый сыр. Вот с пар поверх наших овощей. И заворачиваем наш ролл. Наш ролл из тунца готов. Визуально делим ролл пополам. И разрезаем его по чередине. Для того, чтобы наш кимпап был равномерно. Разрезанным. И красиво смотрелся на тарелке. Делим еще раз пополам. Наш кимпап уже на тарелке. Беру соевый соус в пар. Поливаем соусничку. Друзья, готовьте с любовью и на позитиве. И у вас получатся вот такие замечательные блюда. А чтобы вдохновиться, посещайте супермаркет из пар. С вами был шеф Талга, Алматы со вкусом. Я готовлю в своей любимой кулинарной студии Кенвук. С продуктами спар. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!